Друзья, настало время поговорить про филировочные ножницы, которые представлены на нашем сайте Beauty Hall. Этот инструмент мы рекомендуем нашим студентам, абитуриентам, ученикам на курсах. Соответственно, наши мастера работают этим инструментом, и я в том числе применяю некоторые из этих инструментов со своими клиентами, моделями и так далее. Напишите, какой инструмент вам хотелось бы разобрать и услышать о нем более подробную информацию. Есть у нас здесь и двухсторонние инструменты с филировочными полотнами. Но сегодня давайте поговорим о вот этом инструменте. Это инструмент 7.0. Часто применяем в барберинге, при работе с височными, затылочными зонами, в местах, где стригут достаточно быстро и где нет времени вычищать прямым инструментом, где необходимо проработать фейд, сделать его более мягким, более плавным. Применяется именно этот инструмент. В чем же, собственно, основной его фишка, почему мы рассказываем про этот инструмент и рекомендуем его ребятам? Первое, это, конечно же, размер 7.0. Это 7.0 дюймов, достаточно большой и длинный инструмент. Второе, обратите внимание на зубья. Благодаря этим зубьям мы получаем достаточно мягкий такой бритвенный срез. Ну и следующее, конечно, это процент среза. Это 20% среза при работе с сухими волосами, что позволяет нам даже с самыми жидкими волосами, тонкими волосами, отработать несколько проходов, несколько раз, чтобы получить тот результат, который нам необходим, а не какой-нибудь случайный. Если мы возьмем большее количество процентов среза, то мы просто-напросто застрижем, и у нас будет такая лысая голова, абсолютно некрасивая. Этим же инструментом мы имеем возможность тотально контролировать то, что мы делаем. Смотрите, выбирайте, думайте и пишите в комментариях, какой инструмент вы бы хотели разобрать следующий, для чего он сделан и где мы его применяем.